Атака с экрана телевизора. Боевики анонсируют наступление украинской армии. Вот крайние точки, которые они должны захватить. Что сейчас происходит на передовых позициях ВСУ. Мы узнали от всех, что мы наступаем тут. И как люди в оккупации реагируют на страшилки боевиков. Короче, драконик нас начинает. Поселок Тельманово. После декоммунизации Бойковская. Подконтрольная боевикам территория. Это мариупольское направление, где якобы украинская армия готовит наступление. По версии группировки ДНР, оккупированный райцентр ждет активизация боевых действий. Конечно боюсь. Мы сколько пережили, сколько сидели в подвалах. У меня внутренняя, почему-то я спокойная. Я думаю, что у нас наступления никакого не будет. Ну и здесь ОБСР работает. Делает мониторинг, смотрит за всем этим. Я думаю, не будет. В поселке внешне все работает в обычном, даже предпраздничном режиме. Автовокзал принимает маршрутки из Донецка. В гимназии готовятся праздновать Новый год. А на рынке ждут покупателей. Какая паника. Вон с рынка, с магазина идут. Вот тут. Просто, что, как сказать, люди, видать, денежку или к Новому году придерживают, или что такое, нет. А ажиотажа нет ни на что. Вон, смотрите, что делается. Просто у людей нет финансов. К Мариуполю из Бердянска двинулась колонна военной техники ВСО. Командование вооруженных сил Украины готовится к наступлению. Спокойствие оккупированной провинции резко диссонирует с паникой, которую разгоняют российские и подконтрольные боевикам телеканалы. Донбасс перевел свои вооруженные силы в режим полной боевой готовности. Для военных ДНР объявлено казарменное положение. Отменены увольнения и отпускания. Цель планированного наступления – захватить территорию Новозовского и Тельмовского районов. Атаковать украинская армия должна была 14 декабря. Время вышло, и боевики выдали новую дату. Теперь 24 декабря. Противник не отказался от своих кровавых планов по наступлению на Мариупольское направление, а лишь перенес их срок. Новая не только дата, но и район заявленного штурма. Теперь это Светлодарская дуга и Горловка. Ну, периодически стреляют. Чудо как бахнули, чуть окна не повылетали. Дома с фанерой вместо стекол, дежурные машины наблюдателей ОБСЕ – привычная картина для окраины оккупированной Горловки. Ну, живем, нет, не паникуем. Ну, что делать? Чем дальше от окраины и ближе к центру Горловки, тем больше жизнь напоминает обычную провинциальную рутину. Правда, страшилки об активизации боевых действий здесь слышали, кого на улице не спроси. Нас пугают уже пять лет. И переносят даты. Мы очень, лично я очень надеюсь, что это, ну, просто момент устрашения. Раньше вначале хоть спички брали, сейчас уже люди даже спичек набрались. Нет, насчет товара паники нет. Ну, а так люди, конечно, переживают. Вы знаете, я в магазине работаю, на муку ажиотаж был. Скупили всю муку во всех магазинах. Сейчас чуть ли не дефицит. А так остального нет. В окопах украинских военных картинка не меняется вот уже несколько лет. Ни военное положение, ни разговоры боевиков о наступлении на передовой, говорят, ничего не изменили. Я думаю, что они все-таки боятся того, что у нас введено военное положение. Плюс у них же хорошо работают, как бы, СМИ. Они настращали людей, вот и все. Там люди воюют, как бы, за что? Сделали просто такую ситуацию, что, ну, никуда не пойдешь больше работать, кроме как военкомат. Вот они и призываются, и пошли. Власти Украины нанимают американских военнослужащих за очень высокие гонорары. Из последних страшилок заявления об американских летчиках, которые будут бомбить Донбасс, и британских инструкторах, готовящих теракты. И уже вторую неделю идут разговоры о химической атаке. Речь идет о применении боевого отравляющего вещества. И за значения, а также и другие психологические акции российский оккупационный режим используют для выправдания значных финансовых витрат на проведение так званых мобилизационных заходов и скасывания, небыто в связи с военною загрозой, большинство социальных программ. Им надо отвлекать внимание на что-то, то есть сплочение вокруг мнимой угрозы. То есть людям просто забивают голову, отвлекая внимание от насущных реальных проблем. А наступление, ну, я думаю, что оно будет переноситься до 31 марта, да, у нас 31 марта выборы. 31 марта включительно. Чего стоит опасаться, по словам Юрия Карина, так это реальных провокаций боевиков. Ведь, например, за пропагандистскими разговорами о химическом оружии в Сирии 8 емкостей с хлором и 80 крылатых ракет на готове последовало его реальное применение. Ударная группировка вторжения создана. Военная провокация с химическим оружием подготовлена. Впрочем, все эти заявления подконтрольных боевикам СМИ хоть и создают в оккупации атмосферу страха, но особого ажиотажа у людей уже не вызывают. Опасения. Знаете, я скажу, что только чтоб сразу не мучиться. А так, уже привыкли, наверное. Уже, знаете, даже сердце не ёкает чего-то. Война продолжается, и странным образом она разделила даже оккупированную горловку. Одна её часть напоминает прифронтовой посёлок, а другая – провинциальный донбасский городок вдали от линии фронта. Ярослав Кречко, Евгений Головин. Донбасс Реалии. Радио Свобода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова